Мой докладник посвящен проблематике новых телесных канонов в городской моде. Я попробую показать, что сейчас на наших глазах происходит формирование нового определения модного тела. В этом году совершается распадение прежнего гламурного телесного канона и вторжение в модное пространство, но не нормативных тел, а именно тел далеких от прежнего идеала по парадикам худобы, то есть полных тел, пожилых тел, нарушение прежнего нормы молодого тела, тел инвалидов. И вот все эти ненормативные тела заметно отличаются от стандартного гламурного идеала красоты, который сформировался в 60-е годы, а именно молодая худощавая модель с пресловутыми мерками 90-60-90. Соответственно, изменению этого телесного канона происходит изменение и способов репрезентации. Ну вот я хочу начать свой анализ с модной фотографии, и далее мы обратимся к репрезентации тела новых медиа, прежде всего в интернете. Ну, речь пойдет, вот в моем сообщении, собственно, о трех основных параметрах. Первый параметр — это влияние на репрезентацию тела уличной моды, особенно так, как она представлена в новых медиа, в интернете. Второй параметр — это появление разнообразных тел в рекламе. И, наконец, третий — это реакция публики, то есть критическая реакция, сопротивление потребителей, которым предлагают образы, которые не соответствуют их представлениям о нынешней моде. Ну вот, начнем с того, что действительно на съемках уличной моды очень часто мы видим разнообразную тему. Собственно, хотя сейчас появляются эти блоги, где мы видим уличную моду, вот такие сайты, которые я имею в виду, как Cool Hunter, Face Hunter или Sartorist, Скотта Шумана. В этих новых медиа заявляется другая модель телесности, чем та, которая раньше практиковалась в модной фотографии на страницах позиционных модных журналов, таких как, например, Vogue. Ну вот, улица, конечно, раньше служила декорацией для модных съемок, но только сейчас, благодаря модным группам, она оформилась как отдельный эстетический феномен со своими правилами, репрезентацией. Ну вот, на том снимке, который вы сейчас видите, это традиционная фотография уличной моды 50-х годов. Это снимок классика модной фотографии Ричарда Авидона. Ну, как мы видим здесь, Ричард Авидон фиксирует момент экстравагантного движения, явно любуюсь таким смелым прыжком своей героини. А вот другой тоже классический снимок Ричарда Авидона. И, конечно, здесь мы опять видим, что вот эта прелестная пара на роликовых коньках, это, конечно, вот тогда вот постановочная фотография, которая вот иллюстрирует много 50-х годов. И улица здесь, конечно, выступает как фонд. И вот Ричард Авидон откровенно любуется вот этой красотой акробатического жеста, непринужденной пластикой своих героев. Ну, в 50-е годы вот практиковалась, может быть, и более такая четная фотография моделей на фоне городских пейзажей. Это вот работа Нормана Паркинсона. И здесь, конечно, сразу видно, что это профессиональная манекенщица, которая явно позирует, мы ее опознаем не только по модному наряду, но и по профессиональной постановке тела. То есть вот уже одна поза свидетельствует о том, что здесь перед нами профессионал моды. Здесь, как видим, вот тоже второй снимок Нормана Паркинсона. Это профессиональная модель, которая выделяется на городском фоне, на фоне Эйфелевой башни в своем изящном красном пальто. И вот, как видим, здесь город выбран благодаря эмблении, то есть это вот знаковое место Эйфелева башни, фотограф заботится об узнаваемости городского пейзажа. Ну вот уже в 60-е годы поэтика модной фотографии на городской улице немножко меняется. Вот это серия «Манхаттен» знаменитого английского фотографа Дэвида Бейли. Здесь мы видим его любимую модель, Джен Шримптон. И вот вы, наверное, сразу почувствовали контраст. Хотя Джен Шримптон тоже была профессиональной манекенщицей, тем не менее, вот поэтика Дэвида Бейли такова, что Шримптон здесь стоит в подчеркнутой непринужденной позе. И одета вот в повседневном стиле, такой вот casual shape, волосы ее взъерошены, это такая фирменная черта ее образа. То есть здесь профессиональная модель уже старательно имитирует некоторую небрежность, как будто бы ее случайно застиг фотограф в такой спонтанный момент. И это действительно вот та новая поэтика, которая начала утверждаться в модной фотографии с 60-х годов, когда Котобрах уже не любует своей героиней, героиня не позирует, или, по крайней мере, позирует так, чтобы не слишком выделяться из толпы, и не старается казаться красивее, более, я не знаю, ловкой, более совершенной, чем окружающие ее люди. Наоборот, вот на этой фотографии видно, что модель уже как-то немножко поглощается городским фоном. И город здесь, вот на этой модной фотографии, начинает представать тоже достаточно услуг. Фотограф уже не старается выбирать вот такие парадные знаковые места, как, скажем, Эйфелева башня. То есть, наоборот, фотограф избегает вот таких знаменитых знаковых мест. Вот это первый снимок, который я показываю из данного блога Скотта Шумана с Арториалис. Вот эта модель, мы можем только гадать, на какой улице была произведена эта съемка. Это может быть Нью-Йорк, это может быть Лондон. По крайней мере, здесь уже нет никакой претензии на красоту жеста, на красоту тела. Здесь действительно человек застигнут в какой-то достаточно случайный момент. И вот нам демонстрирует общий образ, демонстрирует настроение. А город, наоборот, предстает таким несколько смазанным, вот не случайно здесь даже нет фокуса. Это такой нарочито размытый тон. И более того, вот в уличных блогах это совершенно такое общее место визуальной поэтики. Съемки, как правило, происходят на самых обычных улицах. И часто даже, видимо, по принципу контраста выбираются места в стиле гранж. То есть нарочито грязные уночки, нарочито ободранные кирпичные стены, руины, потрескавшиеся дома. То есть город представлен далеко не гламурным, я бы даже сказала, анти-гламурным образом. Это вот некий обобщенный глобальный город, часть мировой экономики, часть современной глобализации. Вот такая площадка для демонстрации новых модных тел. Ну, вот я уже сказала, что в уличных блогах складывается своя эстетика показа. И, конечно, она касается не только города, но и, что меня интересует в первую очередь, она касается репрезентации модного тела. Ну, сразу скажу, что самый общий принцип показа модного тела в уличных блогах, это мягкий подрыв пламурного телесного канона, который предполагает акцент на совершенном теле, и реализация новой модели телесности, когда тело вообще отступает на задний план. И акцент переносится с тела на стиль. То есть главная знаковая информация, которую считывает зритель, это общий лук, одежда, обувь, аксессуары, прическа, поза. Все это читается как знаковая информация принадлежности человека к субкультуре, или, может быть, как индивидуальное модное высказывание, вот такое fashion statement. Ну, вот посмотрим, как конкретно происходит разрушение вот этого прежнего телесного канона, и каков вот этот, скажем, новый телесный канал. Ну, вот как вы видели и на предыдущем снимке, и вот на этом. Собственно, тело здесь никто не демонстрирует. Тело чаще всего бывает скрыто под несколькими слоями одежды. Это так называемый многослойный стиль, лейер, лук. То есть тело, собственно, не является источником знаковой информации, но только, разве что, если там речь идет о каких-нибудь особых тату или пирсинге. Или о пирсинге. Тело, как правило, закутано. И эта многослойность отражает, собственно, один из главных принципов уличной моды. Это эстетика mix and match, смешивай и сочетай. Соответственно, нам уже, как зрителям, в общем-то, не так уж важно это тело худое или подное, тренированное или нетренированное. Важно то, какое впечатление производят эти слои. Более того, теряют прежнее значение традиционные расстановки. Я имею в виду позы, скажем, ну, такой, вот такая аксиома модной фотографии, что мы должны видеть лицо модели. Самое главное для современного фотографа уличной моды – это передать динамику, спонтанность движения. Это как раз вот антитеза той постановочности, которую мы видели. Вот здесь вот японская девушка, видимо, занята просмотром своих фотографий. И вот на первом плане, ну, собственно, ее стиль и вот как бы общее впечатление, что все совершается на ходу. То есть перед нами человек толпы, он находится в движении. И вот кадр фиксирует спонтанность этого движения. И очень часто фотограф даже вот идет на то, чтобы вот вообще отказаться от показа лица. Вот как вы видели, там мы, так сказать, лицо вообще с трудом наблюдали. Вот очень много снимков, вот это вот у меня в основном снимки Скотта Шумана, где люди запечатлены со спины. И вот этот ракурс со спины – это вот совершенно новая черта эстетики уличной фотографии, когда вот фотограф как будто бы преследует свою жертву. Это вот такой взгляд преследователя. И вот мы видим, что вот этот жест, как будто бы модель удаляется. И очень часто вот, в общем, нам предлагается рассматривать действительно спины героев уличной моды, потому что, ну вот на спинах тоже много интересного. Можно посмотреть, как человек одет, какие у него сочетаются слои, какие сочетаются цвета. И очень часто вот тем более современные дизайнеры тоже учитывают вот эту тенденцию, когда мы должны смотреть со всех сторон, когда модель рассчитана на обход. И, может быть, самые какие-то вот любопытные вещи даже вот располагаются со стороны спины, как видим здесь вот кардиган, который так и рассчитан на то, чтобы вот его смотрели со спины. Вот здесь вот девушка, так сказать, обернулась, другая нет. По крайней мере, это вот в уличных блоках совершенно закономерный ракурс. Отмечу, что вот все эти герои, которых мы видели, это герои анонимные. Мы не можем посмотреть им в лицо. Вот это фланионы. Это пешеходы, прохожие, которые могут оглянуться, могут не оглянуться. И если мы вот смотрим на них, то выбраны они чисто случайно. Зато мы можем, если они уж к нам повернулись лицом, высказаться, прокомментировать. Вот перед вами, значит, женщина, которая живет в Барселоне. Ее зовут Энрикета Коскуил. Это пожилая барселонская дама. И она является рекордсменкой блога «Сарто Реалис» по количеству комментариев. Вот этот снимок вызвал 150 комментариев. Очень многим понравилось ее украшение, ее шуба, ее лицо. То, как она смело и так вот немножко с превосходством смотрит в камеру. Но вот она стала героиней. И таким героем может стать любой человек. Причем очень часто вот в уличных блогах представлены категории, вот именно как раз в духе мультикультурализма, ранее бывшие маргинальными. Таким образом происходит восстановление справедливости. Например, очень много фотографий пожилых женщин, представителей национальных меньшинств. И это реально совершенно отражает идею демократичности нынешней моды. То есть и герой может стать любой человек, но и любой зарегистрировавшийся на сайте может прокомментировать наряд, высказать свое мнение. И вот эти категории очень интересно отражаются в политике тегов, когда определенные категории отражены в теге. И вот здесь на сорторе листе даже есть такой тег, как матьёвыми зрелые женщины. И вот таких героинь достаточно много. Ну, сейчас вот увлечение пожилыми моделями составляет своего рода тренд. И вот пожилые модели становятся героинями не только уличных блогов, но иногда они становятся даже героинями подиума, что тоже является отходом прежнего гламурного хана. И они появляются как в подиумных коллекциях, так и как в рекламах. Возможно, это связано с тем, что сейчас такая категория клиентов от кутюр, это именно пожилые клиентки из арабских стран. Возможно, это связано с кризисной экономикой, когда более платежеспособным оказывается пожилое поколение. По крайней мере, факт остаётся таковым, что уже всё чаще проводится дофиле с участием пожилых моделей. Вот здесь, например, снимки с дофиле, на котором я присутствовала, датского дизайнера Каролина Пьел Тотт, которая называлась 867796, что отсылает к среднестатистическим меркам тела 80-летней женщины в противобие с гламурным стандартом 90-60 на 90. Во время этого дофиле дамы в основном стояли на подиуме, облачённые в изящные маленькие чёрные платья, и вот с достоинством улыбались публики и журналисты. Ну, та же тенденция, вот ещё пара с дизайнерами Каролины Келтафт отражается в модной рекламе. Вот здесь вы видите постер из рекламной кампании концерна «ДАВ». Это вот кампания 2004-2005 года, которая называлась «Кампания за истинную красоту». И вот там во многих городах мира были вывешены гигантские рекламные щиты, на которых предлагалось отказаться от стандартного восприятия красоты и вот, так сказать, расширить телесный канал за счёт включения и пожилых женщин, и представителей национальных меньшинств. Как видите, здесь такие вопросы, которые там предполагали ответы. То есть зрителям нужно было определиться. Действительно, они считают, что можно быть высым, высым и красивым. Видимо, подразумевается второй ответ. Вполне возможно, чтобы эта женщина проходила химиотерапию. Можно ли быть седой и при этом великолепной, иметь морщинки на лице и в то же время оставаться чудесным, иметь родинки, пигментные пятна или воспринимать это как ножки, как отметки красоты. Вот это была очень такая успешная попытка проблематизировать ригидную идеал красоты. Ну и вот в заключение мне Людмила уже показывает, что пора кончать. Значит, скажу, что действительно, видимо, знаком вот такого вот уже фактического разрушения прежнего главного канона являются факты реального запрета рекламы с чрезмерным использованием фотошопа. Вот эта реклама, на которую предстает Джулия Робертс, вот летом прошлого года была запрещена. Это вот реклама антивозрастного храма. И вот в июле 2011 года по инициативе члена британского парламента Джо Свинсон было принято решение снять эти рекламные пустеры из-за чрезмерного использования фотошопа. То есть реклама была признана слишком обретушированной. В интернете появились снимки, где вот было показано, так сказать, Джулия Робертс, так сказать, до и после применения фотошопа. И вот комитет по рекламам стандартам английские, ACA, принял решение, что действительно изменения слишком велики, и подобная реклама антивозрастного храма просто вводит в заблуждение женщин. Ну вот это еще постер из этой серии. И как вы видите, здесь уже рекламируется вот такой Adobe Photoshop Day Cream. Лучшее средство стать красивыми. Ну, были еще другие случаи. Вот просто я уже так совсем быстро здесь вот покажу. Это тоже другие примеры использования фотошопа. Здесь, как мы видим, не просто вот убраны морщинки, как в предыдущем снимке, а здесь существенно изменена форма лица. То есть лицо вытянуто по вертикали. То есть мало того, что вот кожа придана такой нереально, так сказать, мерцающий блеск, но лицо еще стало гораздо более вытянутым. Ну вот еще один последний факт, который тоже вот вызвал протест, и заставил серьезно задуматься производительные плавы, это снимки с сайта компании H&M, которые тоже вот были подвергнуты публичной критике и заставили представителей компании извиняться, потому что вот потребители, так сказать, разобрались, что на сайте используются виртуальные тела. То есть это тела, нарисованные на компьютере, в котором представлены фотографии голов реальных моделей, как сказали представители компании, для правдоподобия индивидуализации снимков. И вот эти виртуальные тела, они используются для демонстрации платьев, купальников, пелья. И если посмотреть на эти модели, сразу бросается в глаза одинаковая поза. Левая рука на бедре, правая свободно свисает вниз, и вот такой прямой взгляд на зрителя, при том, что вот была сделана попытка максимально разнообразить типы женской внешности. И вот как заявил в интервью представитель H&M, когда это так приберли к стенке, что мы делаем снимки на манекене в магазине, а затем придаем изображению скотства с реальным человеком с помощью компьютерных программ. И большинство тел, представленных на веб-сайте, являются абсолютно виртуальными. А когда его спросили, почему, он сказал, что виртуальные тела лучше приспособлены для демонстрации одежды для людей, чем сами люди. По аналогии с манекенами в магазинах, что на них тоже все смотрится красиво. И согласно словам представителя компании, эта стратегия просто позволяет потенциальной потребительнице больше сосредоточиться на самой одежде, отвлекаясь от тела модели. Ну и вот после критики, в общем-то, H&M сказали, что мы сожалеем, если кто-то поверил, что виртуальные модели являются реальными. Это неверно, и мы никогда не собирались создавать такую иллюзию. Мы собираемся обсудить, как лучше донести до наших покупателей эту информацию. Ну вот сам факт, что, так сказать, это уже стало предметом разбирательства, это, конечно, вот я думаю, хорошая иллюстрация к тому, что действительно происходит уже распадение прежнего гламурного канона, и вот, сказать, те вот, так сказать, молчаливые потребители, которые раньше, так сказать, покорно совершали рекламу, покорно читали гламурные журналы, сейчас уже начинают играть какую-то, так сказать, решающую часто роль, и вот действительно происходит на наших глазах, так вот, постепенно, за счет разных факторов выстраивания совершенно новых канонов молдового тела. Большое спасибо. Спасибо большое за доклад. У меня самой куча вопросов, но я не буду пользоваться своим приведомым положением, не ставлю возможность. Спасибо, действительно, очень интересный, красочный доклад был, но я смотрела картинки и ждала от одной к другой, когда же наконец-то появится мужское тело. Оно так и не появилось, поэтому я хочу, собственно, о нем спросить, а является ли вообще мужское тело объектом моды, потому что, судя по глянцевым журналам, мужские тело там тоже довольно-таки гламурные. И для меня, например, очевидно, что то, что сейчас меняются стандарты вот этого женского тела в рекламе, это долгая история, связанная с ремантипацией женщин, с борьбой женщин за право, да, то есть как бы обладать другим телом и репрезентовать его. А что происходит вот с этими мужскими телами? Вообще кто-то занимается как-то изменением этого тела, либерализацией этого тела или нет? Или с ним и так все в порядке? Ну, я действительно в своем докладе решила ограничиться репрезентацией женского тела, потому что мужское тело, хотя тоже, безусловно, изменение прежнего канона, но это все-таки особый материал. Но отмечу здесь, может быть, два фактора, которые явно чувствуются и в рекламе, и в репрезентации мужских тел и на показах, и в глобах по уличной моде. Первое – это смягчение прежних гендерных стандартов, то есть изменение представлений о мужественности. Но это очень большая, конечно, тема. Жалко, как это говорить там. В двух словах, ну, если в двух словах, то то, что вот раньше считалось признаком небужественности, женственности или вот признаком принадлежности к сексуальным меньшинствам, ныне вполне легитимируется и более не считается зазорным. И более того, появляется вот целая категория вот таких, ну, так сказать, условных, женственных мужчин, которые чувствуют себя совершенно окей, не боятся экспериментировать с цветом, уходить от прежней, так сказать, темной гаммы мужского костюма, пробовать на себе разные предметы женского туалета, экспериментировать с косметикой, с прическами и так далее. И, безусловно, вот за этими изменениями стоит не просто некий вот вот такой новое поветрие, какой-то новый тренд. Это тренд, который имеет под собой четкую экономическую базу и вот появление категории в пресловутых метросексуалов, то есть мужчин, которые экспериментируют как вот писали с женственной стороной своего «я», но при этом не боятся обречь на себя подозрения в принадлежности к сердцу меньшинства. За этим стоят вот интересы больших корпораций, которым было всегда жалко упускать такую большую категорию потребителей. И сейчас для этих вот новых потребителей, для новых мужчин, для метросексуалов, для мужчин, которые заботятся о своей внешности, выпускаются и новые линии шапуни, и кремов, да, и краски для волос, и всяческие там модные мелочи. То есть вот корпорациям удалось привлечь, сказать, целую новую категорию клиентов. И это, разумеется, отражается вот в репрезентации модных тел. Но это вот большая система, которая заслужена в этом действии. У меня несколько вопросов по теме. Первый вопрос он касается гламур. Я был в литературном обозрении и все прекрасно выяснился по гламур. И вот сегодня мы слышали несколько раз это слово в вашей презентации. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, гламур уничтожает или он трансформируется? То есть, может быть, это понятие наполняется новыми смыслами некоторыми. Вот это первый вопрос. Второй вопрос касается скорее особенностей культурных. Все, что вы показывали, как я поняла по фотографиям, это были либо западная Европа, либо, ну, соответственно, Соединенные Штаты Америки. Ну, в общем, не Россия, скажем так. И, я думаю, что не страны восточной Европе или не бывшие СНГ. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, происходит сейчас? Что за френд-центры сейчас в России? И как соотносится вот эта тенденция к, там уже сказали, к изменению тела, к изменению атрактивности, внешности, сексуальности в России и, соответственно, на Западе? Имеем ли мы в России какие-то продвижения? И последний вопрос, он связан с тем, какие базовые причины? Вы видите, в изменении, то есть очень кратко, в изменении основного образа тела, как желанного тела, и еще такое замечание было, когда вы показывали датского мобильера, который демонстрирует ее наряды, красные женщины, неатипичные модели. Там было в основном женское общество, рядом с подиумом. Просто такое вот я заметила. И как вы считаете, вот это связано с феминизацией, того, что женщина уже, но она не старается быть столь привлекательной и мучить себя для того, чтобы понравиться мужчине. Связано ли это с некой свободой женщин ногой, которая сейчас, безусловно, ина практически во всем? Спасибо. Ну, отвечу по порядку. Значит, относительно гламура, по-моему, действительно, очень хорошая книга Стива Гландна. Хорошо, что вот теперь ее можно прочесть. у нас в России. Там вот, там вот прослеживает историю гламура. И вот как раз, так сказать, в заключении он говорит о том, что гламур теряет свою прежнюю магию, вот это свое исходное значение, вот чар, волшебства, что вот связано с этимологией, вот гламурок, грамматики. И я согласна вот с этим мнением Гангла, да, действительно, вот гламур, который прежде вот был, так сказать, обязательным свойством моды, сейчас утрачивает прежние позиции. Героями моды уже перестают быть вот персонажи богемных тусовок, аристократия, кинозвезды. Происходит своего рода деконструкция гламура. И вот формирование нового телесного канона, я думаю, это вот часть той революции, вот которая связана вот с активностью рядовых потребителей моды, которые вот хотят одеться оригинально, которые выходят на улицу, продумывая свой стиль. Почему вот упала цена такого прежнего гламурного образа? Ну, во-первых, потому что сейчас вот действует быстрая мода, которая очень, так сказать, от сезона к сезону, так сказать, уже копирует эти коллекции, вот феномен быстрой моды. И вот цена такой внешней гламурной красоты, она, конечно, тоже очень упала, потому что все понимают, что, во-первых, это вопрос денег, то есть, что человек при желании может сделать классическую операцию и, вот так вот, кстати, заполучить красивое лицо за деньги. И, во-вторых, вот как раз то, что я стремилась показать в своем докладе, за счет влияния интернета и компьютерных технологий. То есть, мы можем сделать виртуально красивое тело и оперировать этим телом в виртуальном пространстве. Это будет иметь огромное значение или для личного самоутверждения, или вот в случае там корпорации для продолжения той или иной коллекции. Ну, значит, очень быстро, вот переходя к вопросу о России, конечно, об этом можно говорить бесконечно, но Россия в этом плане тоже идет вот в ключе мировых трендов у нас тоже появляются свои сайты по уличной моде, вот отмечу такой портал как Локотный, правильно, да? Локотный вот портал или вот БИИН, такой портал, где можно увидеть вот съемки, которые производятся на улицах Москвы, Петербурга, и у нас появляются свои новые лидеры моды, которые не связаны вот с баломорной тусовки, в частности, вот отмечу, что у нас появляются свои пульки, и это совершенно замечательно. Спасибо. Да, как раз у кого было вчера на презентации. В книжке это запрятывался, но, может быть, не заметил член верхолегии журнала теория моды Андрея Бартеева, который, я думаю, вполне успешно вот воплощал такую новую фриковскую эстетику. Так что, вот, Россия тоже движется в струе. Ну, и, наконец, вот относительно фотографии вот из коллекции Каролины Хилта. Дело в том, что эта коллекция представлялась вот на конференции. Собственно, поэтому я ее видела. И, вот, те зрители, которые там стоят в стороне от подиума и смотрят в основном это участники конференции. Может быть, это не слишком, конечно, репрезентативно как социологическая подборка, средства общества, но, тем не менее, вот я могу перечислить других дизайнеров, которые тоже выводят на поле пожилых моделей. Вот, например, там, совсем недавно вот Жан-Кургасье, Антонио, Маас, они, так сказать, очень активно эксплуатируют вот этих новых героинь. И, кстати, вот в журнале «Теория моды», об этом была очень хорошая статья, под названием «Куда девались ломиты?» Ломиты действительно уходят с подиума и вместо них приходят такие вот пожилые буржуазные дамы. И, наверное, не случайно, что вот эта вот пожилая жительница Барселоны стала героиней Сарторинского собрав 150 Саратов. Можно я задам вопрос очень короткий? Потому что вот мне все-таки кажется, что вот это вот новое негламурное тело это действительно пока что завоевание интернета. И все-таки большие такие монстры гламурные как Волк, Офисиель и прочие пока что на своей странице не допускают это ненормативное тело. Если даже они его туда допускают, то они все-таки пытаются как-то закамуфлировать. Да, вот это была интересная съемка в британском например Волге, где пожилую модель сорокалетнюю поставили среди молодых, чтобы ее было незаметно. Они все были одеты в белое. То есть все-таки попытка камуфлировать она все остается. И маленький комментарий еще по поводу H&M. Они сейчас видимо пытаются как-то хотя бы оправдаться за свое допрометчивое они развесили везде теперь рекламу наверное все видели где мама с дочками и папа с сыновьями вот эта идея эксплуатировать так называемый silver market который сейчас очень седых волос и это наверное все-таки связано не столько с тем что потребители вот кутюр пожилые женщины а все-таки это связано с тем что само население стареет и как бы его надо оно при этом хочет одеваться модно это поколение тех пор бенгура хватит говорить я думаю да я попробую все да соотношение пространства интернета и все-таки гламурных столков ну разумеется то о чем я говорила это тенденция но мне кажется что это тенденция за которой стоит большое будущее и вот в частности одним из признаков того что изменения эти идут и довольно быстро это то что вот маргинал переговор на экстрим и например тот же сантори листы вот скотт шуман сейчас уже ведет свою колонку на основном вот сайте такой гламурный плашатый стайл ком то есть он пошел вот в число модных обозревателей и то что раньше вот его сайт был посвящен только уличному и сейчас уже разглавляется вот все более и более съемками с подиума и съемками вот людей из той толпы тех зрителей которые приходят на подиумные коллекции и вот это кармиры достаточно типичны очень часто человек вот сначала заявляет о себе как модный блогер потом этого модного блогера покупают корпорации его идеями начинают пользоваться дизайнеры но собственно не секрет что вот уличная мода сейчас оказывает вот уже по принципу так сказать трепел ап протекания наверх все больше и больше значения на оказывает все больше влияние на дизайнерскую моду и вот мы видим те лица о которых я говорила вот эти поживые лица эти полные тела вот в коллекциях ведущих дизайнеров вот последняя коллекция не очень рада которая называлась новой шиколи скромной гламур вот ее героини вот были такие пожилые женщины и вот то что Катья объявила седые волосы френдом сезона видимо все-таки это вот та неизбежность истоволь свершающаяся вот эта трансформация модного канона которую ну вот сейчас я как-то хотела зафиксировать у меня очень быстрый то есть простой вопрос и может быть он не такой простой но короткий вы сказали я думаю если посмотреть на историческую родословную этих образов то здесь вот может быть это можно объяснить вот жанром фланирования что вот эти вот как бы фланиоры ну вот вспомним скажем там рассказ Эггра о там человек человек толпы да-да что вот там действительно это наблюдатель который преследует вот этого старика человека толпы и вот образ фланиора он он всегда как-то вот немножко так сказать ну включает парадигму вот сыщик и преступник и вот я думаю это вот историческое родословное этих образов она вот здесь присутствует как подспутная коннотация но вот не случайно вот есть такие выражения как скажем фотоохота или там вот что фотограф там как-то ловит свою жертву или там вот человек который не хочет фотографироваться но вот его тем не менее вот удалось так сказать запечатлеть со спины так что это ну вот я думаю присутствует это входит вот в поэтику этого фотографического взгляда который вот схватывает поглощает и вот имеет свою историю вот свою историю которая восходит к парадитме модернити к складыванию братской культуры девятнадцатого века вот к Баглеру Эдгару Пу по следующему Туэйке да это было как раз с точки зрения тогдашних канонов очень несовершенное тело потому что тогда худые женщины воспринимались как некая аномалия да вот были так сказать дивы 50-х годов там Мерлин Монро и так далее это были женщины скажем так с формами и появление и появление худых женщин это было на волне некоторой революции студенческих волнений где было так сказать противопоставление этим гламурным дивам такие несовершенные худые тела другое дело что потом они вошли в часть канона и они опять загламализированы то есть может быть возвращение я извиняюсь там к женщинам с формами скажем так да телам то есть да опять же с точки зрения привычного несовершенного это ну та же самая декларационный момент только наоборот да введение в канон то что было в свое время потеряно и было как бы в некотором смысле уже недостатком с точки зрения последнего социума я думаю в общем с этим можно согласиться потому что действительно в чередовании вот этих эталонов красоты существует цикличность и вот сейчас конечно вот эти новые тела они приходят на смену с прежним тощим моделем вот этим так называемым wave models вот стилю гранш вот героиновому шику то есть то что вот воспутствовало на прежде стяжении 90-х и вот частично только вот в нулевые годы начало подвергаться критике и конечно вот существуют теории где делаются попытки объяснить причины подобной цикличности но вот мое отношение к таким теориям что каждая из них захватывает только как бы часть правды часть вот описывает только часть феномена вот есть например такая теория что это связано с состоянием экономики что вот идеал более такой вот пышный цветущий здоровьем он свойственен вот мирным периодам и вот это мирная экономика не кризисная экономика вот скажем 20-е годы после первой мировой войны и 50-е годы тоже после военной вот когда были действительно вот такие круглолицые модели и вот значит этот период кончается вот когда происходит кризис начинается великая депрессия в конце 20-х годов и вот появляется в 30-е годы вот этот уже более вытянутый силуэт вот это лицо с акцентом на скулы ну вот Марлен Дитрих собственно 30-х годов и соответственно вот 60-е годы тоже можно объяснить в рамках вот этой экономической теории вот есть вот ну там такие объяснения что в 60-е годы вот это не только там молодежная революция молодежный порт но что это просто появляется первое поколение которое способно бравировать своим благополучием то есть делать акцент на том что они не доедают не в силу необходимости а вот по собственному желанию ну на мой взгляд это может быть один из факторов ну конечно в свое время это ну вот имело шоковый эффект когда вот такие подростки как твики стали тренд центрами и это сопровождалось ощутимым дискомфортом части аудитории как собственно вот и сейчас вот эта реакция на появление полных пожилых тел я думаю это закономерный процесс в истории и так и так и так и